Завершилось общественное обсуждение стратегии 2030. Как известно, в республике разрабатывают беспрецедентный комплексный документ. Там будет полностью расписан вектор развития Якутии до 30-го года с прицелом до середины века. Туда полностью внесут подробный план настоящего и будущего региона по каждому из отраслей и сфер жизни. Над стратегией работают лучшие умы республики. Это ученые, эксперты, чиновники, руководители. В работу включилась и общественность. Документ в течение ноября обсуждали на 17 площадках в Якутске и районах республики. Внесено более 700 предложений. После окончательной доработки документ передадут в госсобрание Илтумен для принятия в качестве закона. О направлениях и содержании стратегии, чего, по мнению якутян, не хватает в проекте, над темой работала Розалия Борисова. Утверждение плана стратегии сегодня идет во многих регионах страны. Следует отметить, у каждого субъекта своя особая миссия. Санкт-Петербург – это культура, упор на науку, сделан в Новосибирске. Миссия нашей республики должна учитывать не только материальные, но и духовные аспекты. Какое уникальное призвание в нашей республике. Какова самобытная и ответственная роль республики в этом мире. Поэтому мы предлагаем вложить в определение миссии Якутии не только богатые политические стопаи, но и выгодное географическое положение на пересечении большейших путей между Азией и Европой и Америкой. И крупнейшую территорию с чистой природой, многообразием культур, теряющих ее народов. И, конечно же, это человеческие капиталы, люди, которые на протяжении веков живут и осваивают этот суровый край. Приоритеты в составлении плана стратегии «Человек и его развитие». Согласно документу, каждое направление должно развиваться с учетом потребностей человека и способствовать раскрытию человеческого потенциала. И по четырем основным приоритетам прошло обсуждение на 17 разных площадках. Всего поступило более 700 предложений. Эти предложения еще продолжают поступать. И мы продлили сроки поступления предложений практически до середины декабря. Еще готовы их рассматривать. Предложения и замечания вносились практически по всем направлениям. Особое внимание уделено промышленности. Согласно проекту, упор сделан на развитие горнодобывающей отрасли. Однако, по мнению общественников, следует обратить внимание и на возобновляемые ресурсы. Я считаю, что вот эта концепция на использование невозобновляемых ресурсов, горнодобывающей предприятия, это невозобновляемые ресурсы, не совсем правильная. Потому что нужно базироваться на возобновляемых ресурсах. Взять, например, тайгу. Таежные ресурсы сейчас используются всего лишь на 0,5 на 1%. Использовать те же ягоды, ту же воду, вода подземная, родниковая, термальная вода. Можно использовать и звероводство. Это тоже возобновляемые ресурсы. Гленеводство, рыбоводство и так далее. Ничего это не прописано. Также одним из самых ключевых моментов являются вопросы ЖКХ. Начнется работа по обеспечению качественного электроснабжения потребителей на всей территории республики. Также предстоит обновить коммунальные сети. Еще одним серьезным ограничением и проблемным для нас является состояние инженерной инстанциальной инфраструктуры. Наличие значительной доли ветхого военного жилья более 16%. И изношенных коммунальных сетей средний износ более 52%. По мнению общественников, в этой отрасли необходимо уделить особое внимание арктической зоне. Практически во всех северных муниципальных образованиях жил фонд 70-х годов постройки, находится в аварийном состоянии. Перенедрялись сельстроем серии 139-й серии домов, 12-квартирных жилых домов. С наполнением из фенолов формальдегидно и с обоих сторон обычная фанера. У них срок действия где-то 25 лет. Но время уходит, поскольку вместо 25 лет уже 40 с лишним лет эти дома функционируются. Но многие до конца северяне не понимают, что придет время и вообще придется из этих домов выселяться. Идеи и предложения жители республики могут вносить до середины декабря. По словам экспертов, каждая будет рассмотрена. Каждое предложение будет рассмотрено, даже если формат стратегии не предполагает, допустим, строительство какого-нибудь детского сада, школы, какой-то автодороги. То, что предложение поступило у нас, допустим, от муниципальных образований, от активных граждан. Каждому предложению будет уделено внимание и оно найдет свое место в других, может быть, документах, если даже не в самой стратегии. Окончательный план стратегии будет готов к концу декабря. 23-24 состоится научно-практическая конференция. После ее завершения итоговый документ отправят в федеральный центр. Розалия Борисова, Сарклана Захарова, Юрий Филиппов. Якутия. День за днем.